История кадошкинского мира цветов началась в далеком 2006 году. Тогда всего на трех гектарах выращивали четыре сорта роз. С каждым годом росла производительность, появлялись новые сорта. Теперь на этих ароматных, бесконечных полях выращивают 45 видов роз. Королевой цветов ее считают не зря. Роза – это культура, требовательная к солнечному свету. То есть световой день составляет порядка 20 часов, а 4 часа – покой. Имеется система ассимуляционного освещения, которая включается при недостатке освещения и для поддержания 20-часового цветового дня. В конце сентября теплицы посетил глава Мордовии Владимир Волков. Основной целью его визита стал запуск в эксплуатацию второй очереди тепличного комплекса по выращиванию цветов. Новая современная и полностью оборудованная теплица раскинулась на площади 3 гектара. На ее территории выращивают как проверенные сорта, так и новые виды. Теплица построена по самым последним требованиям, то есть обеспечивает должный микроклимат. Все показатели обрабатываются компьютером. Растения у нас выращиваются на малообъемной гидропонике, где каждому саженцу подходит капельница. Полив регулируется автоматически компьютером, исходя из погодных условий, исходя из поставленных задач. Открытие новой теплицы позволило создать 40 дополнительных рабочих мест. Из рук Владимира Волкова многие сотрудники получили награды, в их числе Наталья Цыганова, за достигнутые успехи и большой вклад в развитие цветоводства. Работа очень нравится. Работаем с цветами от посадки и до срезки. Первый срез у нас срезается по второй почке, для того, чтобы здесь у нас пробудились другие почки и мы получили другой побег. Второй срез у нас срезается по первой почке, для того, чтобы у нас цветок вырос выше, естественно, потоще, красивее и чтобы бутоны были побогаче. Тем не менее, я показываю девочкам, как правильно надо срезать, как посынковать, как пригибать. Вся складывается моя работа в этой сфере. Высокое качество продукции ценят по всей России и в ближнем зарубежье. Кадошкинские розы поставляют в 45 регионов нашей страны. Они долго остаются свежими. Благодаря автоматизированной системе букеты формируются по заданным параметрам. Но без человека эта система работала бы не так слаженно. Мы сортируем цветы и отправляем их на конвейер. И уже компьютер определяет по высоте, по длине, по ширине и отправляет их в букеты. Получается, букеты сортируются по заданным параметрам, по размерам. Каждый там пятерка, шестерка, семерка, восьмерка. После того, как они отсортируются, отправляются на упаковку и на погрузку. Красивые благоухающие цветы в этих букетах подобраны один к одному, быстро попадают на прилавки и подолгу радуют глаз покупателей. На сегодняшний день компания «Мир цветов» занимает 15% отечественного рынка роз. Каждый день работники срезают до 110 тысяч штук этих красивых растений, и это не предел. В планах дальнейшее развитие компании. Валерия Никитина, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Кадошкинский район.